В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Ируниче. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проверили свою грамотность. Саровчане написали тотальный диктант. Математика и математическое моделирование. В Саровском физтехе начинает свою работу научно-инновационная школа. Возрождение традиций. Сотрудники ядерного центра скрестили клюшки на арене Ледового дворца. Далее расскажем обо всем подробно. Жителям России в юбилейный 15-й раз представилась возможность проверить знания родного языка и поучаствовать в тотальном диктанте. В этом году было представлено три отрывка из романа «Дети мои», рассказывающих об одном дне и жизни учителя немецкой словесности. Саров стал участником этой глобальной акции в пятый раз. Тотальный диктант написали 150 жителей нашего города. Пишем встречные, замечая семенящую фигурку учителя. Более 30 человек разного возраста в одной из аудиторий второй гимназии склонились над бланками, старательно выводя буквы, вспоминая правила русского языка. Третью часть текста под названием «Вечер. Обучитель словесности по фамилии Бах» диктовал участникам акции Светлана Михайлова-Листром. Мне кажется, сегодня текст искрящийся, легкий и эмоционально интересный, но очень сложный по пунктуации. То, что текст оказался не из легких, подтвердили и участники проекта. Галина Александровна Блохнина пишет тотальный диктант уже во второй раз. Энтузиазма бывшему геологу не занимать. И даже будучи на пенсии, Галина Александровна ведет активный образ жизни. Я хочу свой уровень грамотности сохранить, как говорится. Я активный человек, я всегда куда-то врубаюсь в какие-то мероприятия. А вот Валерия Капустянская впервые решила попробовать свои силы в таком экзамене на грамотность. И поначалу немного волновалась. Ну, конечно, потом мне удалось успокоиться, потому что это же все-таки для себя, в принципе. Оценка это только для меня, и мне на будущее будет уроком знать свои, может быть, сильные или слабые стороны. Тотальный диктант старовчане писали уже в пятый раз. По сравнению с прошлыми годами, количество желающих проверить свою грамотность снизилось. Участие в акции приняли чуть больше 150 жителей города. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Дорожно-транспортные происшествия на улицах нашего города случаются ежедневно. На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали только одно ДТП с пострадавшим. Авария произошла на перекрестке улиц Садово и Зернова. Причина – банально. Один из водителей не предоставил другому преимущество при повороте. Как итог, две машины в ремонте и один человек восстанавливает здоровье. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Для сотрудников полиции удача, когда преступление можно раскрыть по горячим следам. Виновного наказать, имущество вернуть законному владельцу. Но еще лучше, когда преступление даже не было совершено. Именно такая ситуация произошла в доме 12 по улице Бессарабенко. Проснувшись после крепкого застолья, хозяйка квартиры не обнаружила своего кошелька с деньгами. Приехавшие сотрудники обнаружили данный кошелек в ее же квартире только под диваном. Данная гражданка объяснила, что к ней в гости приходили зеленые человечки. Полицейские вернули собственность владелица и закрыли дело о краже денег. У сотрудников ГИБДД прошедшая неделя выдалась относительно спокойной. На ДТП выезжали всего один раз. По словам начальника дорожной полиции, на этой неделе самое пристальное внимание будет уделено пешеходам, пересекающим проезжую часть. У нас рост дорожной трассы происшествий именно по вине водителей и именно на пешеходных переходах. И необходимо еще раз отработать пешеходные переходы с целью дисциплинирования водителей. И будем работать не только с водителями, но и с пешеходами. И если водители в случае нарушения ПДД ждет штраф до 2500 рублей, то пешеход всегда платит здоровьем. Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают жителям города, что перед выходом на пешеходный переход, даже на зеленый свет, необходимо убедиться в том, что автомобилисты вас видят и пропускают. Тогда и неприятных встреч на дорогах станет меньше. Кирилл Датенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Театральный коллектив «Люкс» Бориса Созина принял участие во всероссийском конкурсе «Сияние талантов. Театр-2018». Саровчане представили отрывок из нового спектакля «Дюймовочка». Коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Драматический театр», а в номинации «Художественное слово» артисты получили звание лауреатов всех трех степеней. Всего с конкурса «Люкс» привез больше 25 дипломов и благодарностей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская полиция объявила набор в патрульно-постовую службу. Требуются мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство России, полное среднее образование и опыт службы в вооруженных силах. Более подробная информация по телефону 605-81 и 605-82. Также соискатели могут обращаться в 218-й кабинет здания Саровской полиции по адресу улица Советская, дом 1. В Нижегородской области начал действовать запрет на ловлю рыбы в местах нереста. Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, на протяжении следующих двух месяцев рыбачить можно только с берега и на любительскую удочку. В случае поимки нарушителей ждешь штраф. Гимнасты из Сарову помогли национальной сборной завоевать медаль высшей пробы. В Баку завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойной мини-трампе. В командных соревнованиях на двойном мини-трампе победу одержала сборная России, в состав которой вошли уроженцы нашего города Александр Одинцов и Михаил Заломин. В Саровском физтехе начинает свою работу традиционная Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и математическое моделирование». Она проходит в нашем городе уже в 12-й раз. В этом году заявки на участие подали более 200 студентов и молодых специалистов со всей страны. Научно-инновационная школа впервые была организована в 2006 году и сразу нашла положительный отклик у студентов. Изначально работа велась в четырех секциях, а уже сегодня участники представляют свои доклады в семи направлениях, связанных не только с математикой, но и с информационной безопасностью и химией. Также в этом году научные доклады представят и школьники. В прошлом году у нас была новинка, мы сделали секцию школьную для школьников нашего города. И очень приятно, что в этом году к школьникам Сарова присоединились школьники Северска и Саратова. В этом году свои работы представят студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты из Москвы, Казани, Тольятти, Екатеринбурга и многих других городов. В различных секциях примут участие представители НИЯУМИФИ и его филиалов из Обнинска, Снежинска и Трехгорного. Также в рамках школы будет проводиться олимпиада в комплексе «Мастер». В этом году в ней смогут принять участие и школьники. Программа «Мастер» – это численное моделирование задач взрыва, физики взрыва. И ребята после небольшого вступления в эту программу, анонса, имеют возможность в этой программе порешать эти задачи. И кто первой задачей справится, тот и победит в этой олимпиаде. Еще одним новшеством этого года станет и то, что сборник материалов и научных работ конференции будет опубликован. Сборник трудов школы, он такой достаточно солидный, с этого года помещен в наукометрическую базу РИНС. То есть все доклады, они уже будут в наукометрической базе. Они могут идти в зачет, к избраниям, к различным научным продвижениям. По традиции послушать научные работы участников и пленарные доклады ученых из ведущих вузов и организаций страны приглашают всех желающих. Открытие школы пройдет 17 апреля в 10 утра. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Живой концерт в день рок-н-ролла. Группа БДТ выступила на сцене Саровского драматического театра. Необитаемый портал. Так называлась новая весенняя программа, в которую вошли уже известные композиции и новые произведения. Яркие декорации, профессиональный звук и свет, ну и, конечно же, театр, как на сцене, так и в музыке. Их творчество неразрывно связано с театром. За аббревиатурой БДТ кроется яркое и амбициозное название «Большое драматическое трио». Несколько участников коллектива работают в театре и от сезона к сезону трудятся над созданием новых спектаклей. А в свободное время берут в руки барабанные палочки и гитары и начинают играть рок. Все участники группы имеют богатый исполнительский опыт. До того, как попасть в состав большого драматического трио, они выступали в других коллективах и сольных проектах. Сами себя музыканты называют маленькой творческой семьей, в которой есть место различным жанрам и стилям. Визитная карточка группы БДТ – уникальный союз двух видов искусства – музыка в театре и театр в музыке. Очень интересные события и символичные на самом деле. И поют песни они такие, знаете. Про театр. И музыка у них именно такая творческая чувствуется. Услышать звучание инструментов и голоса не в мониторах и наушниках, а из зала. Среди зрителей концерта были и те, кто сам не раз стоял на сцене. Саровские музыканты уверены, что любое творчество нуждается в поддержке. У нас это проходит здесь раз в два года, конечно, вот такого уровня. Поэтому поддержка должна быть. И она здесь есть. Движуха и вообще вот все это действие – это всегда круто. Если человек ничего не делает, то это все. А так, если люди хоть что-то делают, я их очень сильно уважаю. Большое им спасибо. Большой концерт в день рок-н-ролла превратился в настоящее театрализованное представление с декорациями, артистами и цитатами великих классиков. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Красная горка – это любимый в народе весенний и в первую очередь молодежный праздник. Отмечают его в первое воскресенье после Пасхи. По традиции в этот день в нашем городе проходит межрегиональный одноименный фестиваль. В нем принимают участие фольклорно-этнографические коллективы и ансамбль, занимающийся сохранением фольклорного исполнительства, а также коллективы народной песни. Народный хор, родные напевы приезжают в Саров не первый год. Праздник Красную горку они привыкли отмечать с размахом. И для фестиваля участники коллектива подготовили большую музыкальную программу, в которой постарались познакомить зрителей с традициями и обрядами этого праздника. Мы в этом фестивале Красная горка участвуем уже в четвертый раз. Нам все здесь нравится. А сегодня особенно для нас сделали замечательную экскурсию по местам, где жил преподобный Серафим Саровский. Не обошелся праздник и без молодых коллективов. Участница ансамбля «Майданочка» выступает на сцене не так давно, но уже успели побывать в разных уголках Нижегородской области. К фестивалю Красная горка девочки готовились с особым трепетом. Большое внимание уделили и костюмам. Я сама свой сарафан привезла от своей прабабушки из почти ближнего села Мутызлей. Они очень старые и сколько им? 200, может быть даже 300 лет. Для народных ансамблей со всей области участие в фестивале Красная горка стало уже доброй традицией. Он проводился в девятый раз и с каждым годом становится все популярнее. В первую очередь фестиваль нацелен на сохранение народных традиций и демонстрация воспитания этих народных традиций среди и нашего населения, наших замечательных саровчан. И вообще поддержка данных коллективов на нашем региональном и городском уровне. Десятки песен, 11 ансамблей и более 200 вокалистов. Каждый коллектив старался с помощью народных песен, танцев и хороводов рассказать зрителям о любимых русских традициях и обычаях. Ирина Вишегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Пять команд, два дня соревнований и только один победитель. В Ледовом дворце завершился турнир по хоккею среди сотрудников ядерного центра. Соревнования проходили по круговой системе. Победитель определялся по общему количеству очков. О том, кто стал обладателем Кубка турнира, расскажем в следующем репортаже. Финальной точкой в борьбе за главный приз соревнований стал матч между командами «Автомобилисты Авангард». И несмотря на то, что победитель турнира был известен заранее, хоккеисты боролись до последнего. Только в конце первого периода спортсмены из «Авангарда» смогли завладеть преимуществом и забить первую шайбу в завершающей встрече турнира. Все эти турниры идут на развитие любительского хоккея в Федеральном ядерном центре. Это он первый, когда вот такой замечательный кубок у нас есть. И думаю, что любительский хоккея будет дальше иметь продолжение. А в продолжении встречи между «Автомобилистом» и «Авангардом» наметился явный лидер. После перерыва счет на табло начал стремительно меняться и говорил о безоговорочном преимуществе хоккеистов «Авангарда». Команды ядерного центра вышли на арену Ледового дворца во второй раз, спустя несколько десятилетий перерыва. Среди сотрудников НИЕВ нашлись любители хоккея, которые взяли на себя миссию возродить спортивную традицию. Раньше у Федерального, ну вообще в НИЕВ, были большие традиции хоккейные. После некого такого забвения просто нашлись люди, которые занимаются этим. И возникла идея, почему не провести турнир, соревноваться между собой. И по итогам двух дней соревнований безоговорочными лидерами турнира стали хоккеисты старта. Самой маленькой по численности команде удалось показать профессиональную игру и мастерство владения шайбой. Команды, в принципе, очень равные. В будущем, я думаю, что нужно организовывать чемпионат города обязательно, потому что есть, в принципе, люди, которые стараются, которые занимаются хоккеем, находят свое время помимо ВНИЕВ. Опять же, это очень здорово. Организаторы планируют, что городской турнир среди команд ядерного центра станет первым этапом создания сборной ВНИЕВ. Дарья Цапорынина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями Гордона на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.